всем привет все действия в этом ролике я проделываю на backpack.tf итак вы накопили достаточно денег или ключей и готовы купить свой первый unusual но не стоит торопиться и поступать необдуманно сейчас на рынке сложилась такая ситуация что даже если кто-то написал что quick sell it то есть распродает по минимальной цене в силу тех или иных обстоятельств то это может быть просто хитрым ходом рассмотрим этот пример один трейдер как раз специализирующийся на таком полу разводе продает molten mallard milkman за 30 ключей в тот момент как себестоимость unusual а 40 10 ключей скидка плюс он написал что quick sell it звучит хорошо но не торопитесь кидать обмен давайте зайдем на страничку со статистикой этой шапки для этого наводимся на ее изображение и кликаем stats все правильно цена 40 ключей но поставлена она была три года назад тогда и ключи стояли меньше раза в два шапку стоит покупать только если ее цена была дана и не больше года назад чем свежее тем лучше однако надо иметь свою голову и смотреть по ситуации если эффект очень редкий то можно брать хоть 8 летней давности листаем дальше тут несомненным плюсом будет то что таких шапок всего две в мире это дает почти стопроцентную гарантию что вашу цену никто не перебьет да и шанс продать такую шапку гораздо выше особенно какому-нибудь коллекционеру все зависит от эффекта и ценности шапки продолжаем листать надо проверить не дюкнутая то есть не копирована ли наша аньюшка для этого опять наводимся на ее изображение и кликаем history это чистое что не отнимает ее стоимость если бы она была дюкнутой сверху справа появилась бы надпись дюпликейтед спускаемся вниз эту шапку продает всего лишь один человек но так случается далеко не всегда если вы собираетесь купить шапку за выгодную цену и она подходит под все критерии то может получиться что ее продает много человек и за почти одинаковую цену сразу понятно что такая покупка будет лишь траты нервов и ваших средств заказы от 21 ключа и ниже для шапки в якобы 40 киев как-то маловато опа смотрите да он и сам не дал бы и больше 20 все понятно это шлаг не покупаем также стоит посмотреть сколько дней трейдер не может продать свой предмет в данном случае 7 вы можете справедливо возразить что продавец может переставить предмет заново за ту же цену и он будет выглядеть будто только что выставлены в таком случае можно проверить все там же во вкладке history сколько данный предмет находится у продавца в нашем случае трейдер не может продать свой предмет уже целых три месяца да уж кивикселит не менее важным условием будет кто этот продавец бот или реальный человек в нашем случае молния зевса значит бот а если бот то за ним стоит крупный трейдер который не будет просто так распродавать свои вещи по дешевке а если это реальный человек да еще и не особо богатый то скорее всего вы попали на нужный предмет также советую вам никогда не покупать unusual с следующими эффектами туча мух болтики и гайки мертвые президенты пузырьки планетарная система и прочие малозаметные неказистые эффекты не то что вы против них просто они очень сложно обмениваться а если быть точным почти не обмениваются на данный момент советую по возможности брать редкие эффекты типа хэллоуинских 2012-14 годов помимо этого стоит обратить внимание не только на эффект но и на саму шапку если она роботическая то продать ее будет куда сложнее опять же все зависит от эффекта в идеале удачная покупка unusual должна выглядеть так 40 и больше процентов скидка не дюкнутая шапка цена не устаревшая меньше пяти месяцев заказы примерно равны цене за которую вы купили анджик человеку которого вы купили предмет продавал его не больше дня эффект довольно ценный и сама шапка не роботическая что еще добавить мои советы конечно полезные но каждое решение принимаете вы и только вы подписывайтесь на канал вступайте в группу в стиме всем удачных трейдов и до связи и